Всем привет, вы смотрите Огненное ТВ. Оказывается огонь проводит электрический ток, я захотел это проверить. Берем мультиметр и наматываем куски проволоки на концы щупов, чтобы не боясь можно было их сунуть в огонь. Попробуем измерить сопротивление пламени свечи. Как только концы проволоки попадают в пламя свечи, мы сразу видим, что мультиметр показывает, что ток проходит, но у проводника очень большое сопротивление, в среднем 20 мегаом. Пламя это низкотемпературная плазма с очень малой степенью ионизации. Ионизированный газ способен проводить электрический ток. Пламя свечи насыщено газообразным углеродом, благодаря которому мы видим желтое свечение пламени. Давайте проверим сопротивление пламени газовой горелки. Оно реально проводит ток даже на большом расстоянии. Это просто магия какая-то. При этом расстояние между электродами большой роли не играет. Давайте измерим падение напряжения. Вилку воткну в розетку, цепь включаю мультиметр, а концы оголенной проволоки суну в огонь. Получается огненный резистор. Напряжение упало до 170-180 вольт. В пламени газовой горелки мы видим более значительное падение напряжения. Теперь давайте включим в цепь лампочку накаливания. Как бы близко я не подносил провода друг к другу, лампочка не загорелась. Но зато можно наблюдать другой процесс. Газообразный углерод поляризуется в электрическом поле вдоль его линий и оседает на проволоке в виде сажи. Это не ускоренное видео. Углеродные кораллы вырастают прямо на глазах. И при этом они очень хорошо проводят электрический ток. Субтитры создавал DimaTorzok Я добавил в цепь мой дежурный диодный мост. И теперь ток будет течь только в одном направлении. Лампе накаливания вообще не важно каким током питаться, хоть постоянным, хоть переменным. Но она все равно не засветилась. Но теперь можно увидеть, что углерод оседает только на одном из электродов, а второй остается нетронутым. За считанные секунды можно вырастить целый углеродный куст. Получается, что плазма ведет себя так же, как и раствор электролита во время электролиза. Субтитры создал DimaTorzok В прошлом выпуске вы видели, что происходит с пламенем свечи в микроволновой печке. Я собрал немного сажи и поместил ее в микроволновку. Как видите, процессы очень похожи. Дело в том, что углерод очень хорошо поглощает микроволны и разогревается до очень большой температуры. Чем мельче частицы, тем быстрее происходит нагрев. Частицы сажи очень малы и поэтому они практически моментально переходят в газообразное состояние. А газ продолжает ионизироваться и таким образом можно разогреть его до очень высоких температур. Если создать бескислородную среду, то можно было бы попытаться создать маленькое углеродное солнце в микроволновке. Раньше я занимался выращиванием светолюбивых растений и с тех пор у меня лежит натриевая лампа высокого давления на 250 ватт и трансформатор для нее. С магнитным пускателем, таймером и даже фазокомпенсирующим конденсатором. Вся эта фигня выдает примерно от 4 до 5 тысяч вольт. Это в два раза больше, чем выдает трансформатор в микроволновке. Кто-то хотел экспериментов с высоким напряжением? Самое время предлагать свои идеи. Я пока еще не совсем дурак и поэтому надену резиновые перчатки. 5 тысяч вольт это вам не батарейку лизнуть. Вот так светит раскаленный газообразный натрий. Давайте пропустим 5 тысяч вольт через пламя свечи. Тонкая проволока быстро закончилась. Я взял проволоку потолще. Искра проходит даже на расстоянии в несколько миллиметров. На заднем фоне можно видеть, как реагирует лампа. Вне пламени свечи зажечь из круга гораздо сложнее. Я проверил, может ли увеличение площади электродов увеличить проводимость, чтобы все-таки лампа накаливания засветилась. Но, как оказалось, сопротивление только возросло. Скорее всего потому, что пластины только мешали пламени нормально гореть. Пойду в магазин за средством для чистки труб. Буду получать натрий. Не забывайте подписываться. Чем больше подписчиков, тем больше у меня возможностей для экспериментов. Прямая зависимость, так сказать. Вы смотрели Огненное ТВ. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok